Нас пугают рецессии. Говорят, что она может быть техническая или она автономная. Насколько все-таки спад вероятен и действительно нужно ли его бояться или наоборот может быть он пойдет на пользу? Здесь надо отличать две вещи. Стагнацию и рецессию. Стагнация это не падение ВВП, а это просто очень медленный рост или его отсутствие. Поэтому мы сейчас вышли на такую траекторию очень медленного роста в связи с тем, что не увеличивается производительность экономики. Нет инвестиций, нет роста производительности. На это накладывается кризис. Рецессия это когда совокупный спрос в экономике, то есть желание людей покупать, желание фирм покупать стройматериалы для строительства заводов или нанимать людей, когда это желание меньше, чем те возможности, которые есть в экономике по производству. А сейчас нам грозят все-таки внешние какие-то риски или внутренние? Ваши коллеги говорят, что больше внутренние сейчас риски. Стагнация это чисто внутренние проблемы. Проблемы с тем, что в стране с такой правовой системой никто не будет строить заводы, никто не будет делать инвестиции. А рецессия, если она случится, она скорее будет вызвана внешними причинами. То есть если сейчас будет рецессия мощная в Европе, она уже началась, но непонятно какой она будет интенсивности, какой мощности. Но если эта рецессия будет сильной, от этого упадут опять-таки цены на нефть, что означает уменьшение притока долларов в нашу страну, соответственно доходы людей упадут, люди начнут меньше тратить. И кроме той стагнации, кроме того, что у нас не растет производительность нашей экономики, еще и упадет спрос. И люди не будут предъявлять спрос даже на то количество товара, которое наша экономика может произвести. И мы еще и упадем. Как это может случиться? Спрогнозировали. Рецессия когда может наступить? Вот министр экономики, господин Белоусов говорит, уже осенью в России. А у вас есть свой прогноз? Нет, у меня моего прогноза нету на этот счет, потому что рецессия, если наступит, то довольно неожиданно. В том смысле, что я понимаю, как она произойдет, если произойдет. Но не завтра. Понимаете, может быть и завтра. То есть, может быть, завтра, может быть, осенью, может быть, и вообще не будет. Может быть, мы просто будем вот так вот стагнировать в течение многих лет. А знаете, ваши коллеги, они считают, что вот страшнее самой рецессии, это те меры, которые хотят принять по ее предотвращению. Они говорят, коллеги-экономисты, что меры могут нарушить макроэкономическую стабильность в стране. Согласны с ними? Согласен. То есть, не нужно предпринимать никаких мер, просто ждать? Нет, понимаете, у Центрального банка, у Министерства финансов есть возможность влиять на спрос. Закачать денег в экономику. Да, если Центральный банк увеличивает денежную массу, понижает процент на ставки, это стимулирует спрос, заставляет людей больше тратить. Если Минфин отрежает больше денег на то, чтобы, не знаю, строить дороги, это тоже увеличивает спрос. И поэтому с рецессией, вот с падением спроса можно бороться вот такими методами. Со стагнацией так бороться бессмысленно. От того, что Центральный банк обещает больше денег, наши суды лучше работать не станут. И поэтому инвесторы не начнут строить заводы от этого. Поэтому надо поделиться, с какой проблемой мы боремся. И для каждой проблемы есть свой рецепт. Вот то, о чем говорят мои коллеги, почему они боятся мер. Они боятся, что в ответ на эту стагнацию, на медленный рост, вызванный плохой институциональной средой в экономике, правительство начнет реагировать с расширением спроса, печатанием денег, расширением гос... А нужно нам это? Вот Белаусов, министр экономики, говорит, что нужно. А Шувалов говорит, что нет, нам это сейчас не нужно. Вы с кем из них? Я чуть-чуть с обоими. В том смысле, что если мы говорим про увеличение госрасходов, например, на инфраструктуру, на строительственную инфраструктуру, с этим я могу отчасти согласиться, потому что это не столько стимулирование спроса, сколько именно увеличение производственных мощностей экономики. Если это делается, чтобы стимулировать спрос, занять незанятых людей, вот этого делать сейчас не нужно, потому что проблема, она, собственно, не в этом. И в этом смысле я согласен с Шуваловым, что расширять спрос не нужно, а вот инфраструктуру строить нужно, как говорит Белаусов. А если рецессия все-таки произойдет, то означает ли это, что вот со старой моделью экономики нужно закончить и надо жить по-новому или нет? Рецессия — это явление временное всегда. Почему ее тогда так боятся? Ну, потому что хоть это и временное явление, но все болезненное. А правда ли, что Россия никогда не сталкивалась с рецессией, что вот там другие страны, в том числе и страны БРИКС, сталкивались, а в России не было, по крайней мере, вот она за новый период, да, там за последние 20 лет, не было рецессии? Нет, я считаю, что то, что было в 2009 году... Это и была рецессия? Это была первая в России, в истории тысячелетней России, стандартная... Ну, не в тысячелетней, извините, в новой все-таки, до революции, наверное, тоже были. Это была первая вот в новейшей истории России такая стандартная капиталистическая рецессия, когда упал спрос, и экономика просела на несколько процентов. Но тогда мы уже знаем, как с этим бороться, видимо, тогда и нечего бояться. Какие уроки мы извлекли? Были уроки, которые мы должны были извлечь, например, опять-таки, что касается поведения банков. То есть, почему так сильно именно по банкам ударил кризис 2008 года? Потому что наши банки в предыдущие пару лет, в 2006-2007 году, очень много кредитовали за границей в иностранной валюте, а потом давали кредиты в рублях. И в результате, когда в 2008 году рубль упал, банки оказались в очень сложной ситуации. У них долги в долларах, а активы в рублях. И, соответственно, именно поэтому наш центральный банк сопротивлялся падению рубля в течение всей осени 2008 года, что было не очень хорошо для всей экономики, но хорошо для банков. Я надеюсь, что и коммерческие банки из этого извлекли урок, что все-таки нужно, чтобы активы и пассивы были в одной валюте. И центральный банк из этого извлек важный урок, что не нужно слишком сильно контролировать обменный курс. Дальнейший экономический путь России сейчас проложат вице-премьер Шевалов и советник президента Эльвира Набиулина. Такое поручение дал им президент. Как вам кажется, будет ли там что-то революционное в этом документе, который готовится для президента? Документы, которые пишут различные эксперты, и правительственные, и неправительственные, они все, как правило, довольно разумные, потому что там пишутся правильные вещи. Но все это упирается потом в политические ограничения. Проблема сейчас не в отсутствии экономических идей, как исправлять ситуацию. Проблема не в том, что нужно заменить одного советника по экономике на другого советника, или министра экономики на другого министра. Проблема, опять-таки, чисто политическая. Советник президента Эльвира Набиулина в ближайшее время возглавит ЦБ. Как вам кажется, под женским началом Центробанк сильно изменится? Я не ожидаю больших изменений от этого назначения. При этом само назначение я воспринял очень положительно, потому что я очень хорошо отношусь к госпоже Набиулиной. Я думаю, что она не будет делать никаких резких движений. И она все-таки настроена на то, что главная долгосрочная цель ЦБ – это именно борьба с инфляцией, стабильная макроэкономическая среда. Важный вопрос, конечно, в том, насколько ЦБ при Набиулиной будет независимым органом по ведению денежной политики. А как сейчас? Сейчас он относительно независимый. Я не могу сказать, что ЦБ проводит политику, диктуемую сверху, но то, что он прямо совсем уж без оглядки на президента действует, я тоже, к сожалению, не могу сказать. Важно, чтобы центральный банкир умел сопротивляться этому давлению. То есть был стойким. А госпожа Набиулина стойкая? Узнаем. Если бы вам предложил президент выработать такой документ, некое лекарство, пилюлю для оздоровления экономики, с чего бы вы начали поэтапно? Я бы начал с того, чтобы вернул в Россию свободу слова, свободу выбора, парламентаризм, местное самоуправление. То есть провел бы политическую реформу, которую бы действительно поставила органы власти под контроль гражданского общества. Вернул бы в Россию принцип разделения властей, чтобы была и законодательная власть, которая не подчинялась бы исполнительной, а была бы отдельной ветвью власти, как, собственно, и заложено с Конституцией, чтобы судебная власть тоже была. Отдельной ветви власти, неподчиненная, исполнительной. Вот с этого я бы начал для того, чтобы лечить нашу институционную среду. Я ждала от вас, как экономиста, какие-то цифры, какие-то планы, проекты. Оказывается, не в экономике дело. Конечно. То есть, как я сказал, для дальнейшего экономического роста нужны инвестиции. Для того, чтобы инвестиции были, нужны гарантии их сохранности. Чтобы были гарантии сохранности вложенных средств, нужна нормальная институциональная среда. Благодарю вас. Это было частное мнение Олега Замулина. Я желаю вам всего доброго и увидимся. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok